добрый день хочу сегодня представить вам вот такие вот полу ботиночки скажу так связались на одном дыхании делала просто как пробный вариант но осталось ими очень довольна поэтому хочу с вами поделиться как они вязались я не буду показывать практическую часть а именно объяснение объясню как можно их будет сделать именно под свой размер здесь у меня получилось у меня было в наличии такая вот кедовая подошва она может быть не совсем подходит ну под такие полу ботинки но в любом случае получилось очень даже хорошо начале видео вы увидите фотографии как они лежат именно на ноге и вот здесь уже с подставкой потому что на ноге и так это совершенно разные вещи поэтому лучше видеть этот этот результат вязалась в две нитки ализадива крючком номер два начинала с того что ну первый шаг соответственно мы делаем стильки второй шаг прошиваем подошву шаг подошвы один сантиметр при наборе ниток в каждый шаг две петли у меня была единственная прибавочка на ноге это один у меня всего лишь один шаг был в три петли все остальное включая пятку две петельки вы уже смотрите по своей подошве по форме потому насколько она по размеру либо не по размеру вам и соответственно из какой нитки вы это вяжите чем толще нитка тем больше подошва нужно делаем обвязочный ряд дальше я поднимала не обвязочный наборочный ряд петель далее я поднимала по уровню носка два обвязочных ряда и дальше уже идут скажем так измерения что вам необходимо сделать вам будет поставить ногу в подошву и найти для себя вот эту вот меточку да как бы вы на ноге где у вас будет вот заканчиваться примерно уголочек так чтобы вам было и комфортно завязывать чтобы здесь вверх не болтыхался поэтому лучше это делать достаточно как бы плотно но и учесть что у вас будет здесь планочка поэтому мы ставим ногу в подошву для себя примерно измеряем и ставим пометочки я использую вязаные петельки здесь пометка здесь пометка они должны быть примерно на одном уровне так вы будете знать набор как бы ваших петель именно для высоты своего полу ботинка скажем так это будет как бы ваша пятка для меня это было 46 петель вот весь опустить вниз отсюда до метки такой же здесь для меня это было 46 петель далее 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 я также высчитала как в сантиметрах какая у меня будет высота вот здесь учла что еще будет чуть чуть выше сюда да этот бортик окантовочный и рассчитала примерно сколько у меня это будет рядов не учитывая уже этих двух наборочных у меня здесь высота пошла 12 рядочков обвязочных поэтому зная вот эти нюансы где у нас метка высоту я начала просчитывать вот этот вот скос 12 рядов скос по ноге я также примерно смотрела где я хочу чтобы у меня заканчивался вот такой вот ряд я специально хотела не делать его вот таким образом а именно вот уголочком почему потому что если мы делаем вот так вот прямо и начинаем как бы здесь ставить шнурочки здесь получается шнурки шире и сужается нет и не не очень нравятся такие модели поэтому я на данный момент как бы избегаю такой вязки я рассчитала на я посмотрела для себя просчитала сколько у меня будет петель отсюда примерно где я хочу и уже из этого количества петель начала смотреть как мне надо сокращать мои 12 рядов но чтобы они шли симметрично и получилось что я три ряда да просто поднимаю без сокращений высоту на учитывая что у меня еще будет какая-то планочка грубо говоря в этом для себя 5-6 петелек прибавляете да вот по по бортику что ширина еще будет и далее с 4 по 12 ряд я сокращалась на 2 петельки и у меня все вот получился вот этот вот краешек очень равномерный прямой если бы здесь было и еще шесть петель сюда то у меня вот как раз бы эти шесть петель бы сюда где-то и заканчивались плюс еще планочка обвязочная и было бы слишком близко к носочку поэтому вот получается вот таким образом ну так забегая не забегая вперед делясь своими предположениями здесь у меня получается подошва сорок первого размера я так понимаю что можно будет убирать по одному ряду наверное на каждые два размера сороковой вязать таким же образом по высоте уже тридцать девятый тридцать восьмой делать 11 рядов и так далее и тому подобное но в любом случае вы смотрите именно по своей ноге какую высоту вы хотите повторюсь у меня в высоту 12 рядов здесь у меня получилось сорок шесть петель да здесь я для себя просчитала выяснила что я буду сокращать в каждом ряду по две петли а это значит 12 минус 3 ряда подъемных девять девять рядов скоса девять рядов умножаем на две петли которую мы будем сокращать и получается 18 значит от нашей метки которая шла здесь мы отсчитываем еще 18 петелек и мы будем знать где начинать то же самое касается и здесь от нашей меточки отсчитываем 18 петелек ставим пометочку и будем знать где заканчивать когда вы для себя эти пометки будете выставлять вполне возможно будет какое-то чуть-чуть расхождение в плане высоты поэтому постарайтесь сделать тогда чтобы они шли ровно чтобы не было одна здесь другая здесь выравнивайтесь и как бы если здесь уменьшаете здесь увеличиваете они будут на одном уровне и имея уже вот такие как бы для себя данные расчета мы можем начинать вязать то есть получается что я начинала после борта вязать именно пятку с боковушкой не носок а именно пятку с боковушкой и у меня получается 18 16 46 18 всего 82 петли 1 обвязочный ряд 82 петли 3 82 2 82 3 82 когда мы доходим до четвертого ряда вот мы закон получается мы закончили 3 доходим до 4 разворачиваемся мы не делаем воздушную петлю во вторую петельку мы делаем соединительную для того чтобы переход вот этот был более плавным и не получались вот такие зигзагообразные ступеньки то есть без воздушной петли мы первую петлю пропускаем и вторая только соединительная и дальше мы уже получается в четвертом ряду должны будем связать не восемьдесят две петли а семьдесят восемь то есть мы провяжем семьдесят восемь петель по кругу опять сделаем в конце просто соединительную разворачиваемся и провязываем спокойно семьдесят восемь петель я делала изгиб вот такой вот на пяточки для того чтобы пяточка была то есть сокращение сокращение я сделала в пяти рядах они у меня идут в пятом шестом седьмом восьмом и девятом десятый одиннадцатый двенадцатый ряд я вязала без сокращений так давайте я вам вот сейчас покажу свои записи попробую таким образом направить и у меня здесь четко расписано количество петель восемьдесят две восемьдесят две здесь дальше я вот для себя указывала две петли восемь две петли восемь всего семьдесят восемь когда у меня с 5 ряда на пятки началась убавка я ее себе указывала и вот так вот вела могу сказать мне было гораздо проще считать петли при этом чтобы не совершить ошибки потому что иногда не совсем когда мы доходим до конца ряда там из-за того что у нас есть соединительные не всегда четко и ясно понимаешь что провязывать поэтому чтобы не допустить никаких ошибок я действительно все считала и когда я заканчиваю 12 рядов у меня остается сорок одна петля это вот верх нашего борта относительно убавок что я хочу сказать я считала вот эти 12 рядов каждый ряд по одному на обвязочный но один обвязочный ряд по сути он состоит из двух рядов убавки убавки я делаю в второй части обвязочного ряда то есть первый ряд когда я провязываю просто столбиками без накида да вот я провяжу 78 петель а во второй части вот пятого ряда я уже сокращала и провязывала и она получается достаточно красиво и его этих убавок так сильно не видно не видно никаких дырочек и это более правильно когда мы заканчиваем провязывать нашу вот эту часть простите правда я начала вязать вот эту вот планочку она у меня всего состояла из семи рядов я получается ее делала за переднюю часть петли боковой в начале сделала закрепку потом захватила петлю борта и уже дальше пошла вязать по кругу по периметру при этом я начинала первый ряд вязать именно вот с лицевой части не смотря не с лицевой она так мы можем уследить и сделать более симпатично более красиво я пробовала сделать с изнаночной части не всегда видишь и иногда получались слишком длинные петли мне это не нравилось поэтому я начала именно с лицевой части вот таким образом по этому поводу чтобы я хотела сказать когда да я набрала сюда вот здесь вот в нашем уголку который образуется после между третьим и четвертым рядом я делала скажем так прибавку то есть в одну петлю вывязывала 2 и у меня здесь тогда получается красиво и она не стягивается то же самое касается и этих углов мы на наших уголках здесь и здесь мы будем делать прибавки чтобы планочка ложилась ровно красиво чтобы она не топорщилась чтобы приноски вот здесь вот вот так вот не было я вот иногда смотрела в интернете модельки и видела что у многих здесь вот образуется вот такая вот складочка чтобы ее не было мы когда будем цепляться к борту здесь никаких абсолютно прибавок просто закрепочная к борту и на этом все иначе мы получим складку которая будет некрасиво если здесь на углу не делать прибавок она тоже будет ложиться не совсем комфортно и уютно поэтому здесь и здесь обязательно прибавки также когда я делала набор по вот этому скосу постарайтесь сделать так чтобы петель было не слишком много их тоже не слишком мало у меня достаточно достаточно в натяжку получилось количество петель у всех она может быть разным но если вы сильно будете чистить у вас вот эта планка она пойдет волной и ровно не ляжет вот я вам сейчас покажу как получилось у меня вот я здесь уже писала по поводу боковинок я начинала с одной закрепочной одна петля у меня была по борту дальше я поднимала здесь я дошла до угла у меня получилось что 6 7 петля это вот как моя прибавка и по вот этой боковой части у меня получилось 25 петель этого мне было достаточно для того чтобы она не стягивалась для себя обязательно видите эти записи чтобы у вас вот эта часть совпадала с вот этой не только на одном ботинки но и когда вы начнете вязать второй ботиночек поэтому обязательно себе пишите здесь я прибавку делала в двадцать пятой двадцать шестой петли и дальше здесь я когда дошла я сделала прибавка прибавку обязательно чтобы дойдя сюда у меня было нет начала спускаться учла что у меня здесь должно быть 6 петель я считала я вначале хотела записывать что ну по кругу а потом поняла что мне гораздо проще просчитать количество петель здесь чем вести общее поэтому двадцать пять петель у меня идет отсюда до самого низу если мы будем считать отсюда то получается шестая седьмая должно быть с прибавками ну в первом ряду я себе вначале записала что это восемнадцатая девятнадцатая петля то есть 25 минус 6 это 19 и так как это шестая седьмая здесь у меня были то восемнадцатая девятнадцатая они были здесь и тогда я спускаюсь и у меня все равномерно но потом я не стала себе писать восемнадцатая девятнадцатая а просто как бы для себя смотрела и просчитывала с самого низу вот в первом ряду я делала прибавку шестой седьмой здесь у меня получилось двадцать пятый двадцать шестой здесь и обязательно прибавка как бы тоже двадцать пятая двадцать шестая спускаемся вниз либо шестая седьмая если мы считаем отсюда либо восемнадцатая девятнадцатая если считаем отсюда второй ряд когда я делала прибавки у меня получилось что во втором ряду я делала на вот этих углах прибавку не один раз а два раза ну вот так вот прям просилась привязки поэтому вот я себе отмечаю что шестая седьмая петля восьмая и девятая они у меня с прибавками что с одной что со второй стороны все должно быть синхронно здесь наверху у меня во всех семи рядах было только по одной прибавки третий обвязочный ряд у меня получился то же самое шестая седьмая восьмая девятая с прибавками а в четвертом ряду уже семь восемь девять десять как так как количество петель растет идет смещение это нормально не пугайтесь у вас может быть смещение попроситься до в других петельках вы уже смотрите по своей ножке как она просит и пятый ряд я сделала вот делаем везде по на углах по одной прибавки у меня получилось девять десять здесь вот все как бы получается всего три ряда по две прибавки здесь было остальные ряды были по одной дальше я в пятом ряду когда я вижу пятый ряд у меня начинались люверсы я посчитала свое количество петель и которые у меня здесь получается и пример и получилось что вот две петли люверс 4 люверс 4 люверс 4 люверс под люверсом у меня всегда идут две петельки вот чтобы понимать две петельки и здесь всего лишь одна вас это не должно пугать почему потому что все равно у нас потом еще будет пару рядов и соответственно этот уголок возрастет и оно не будет прям на сам если вы сделаете ниже люверс да то у вас вот этот борт он будет скажем так болтыхаться поэтому не боимся делать максимально по высоте это затягивает ножку и одно хорошо смотрится если бы шнурок затягивался ниже вот этот край он бы топорщился от топорщивался бы этот угол и было бы не очень красиво плюс сама вот здесь вот легла бы совсем по ноге поэтому не боимся люверс ставить грубо говоря под самым углом где вот у меня вот заняла одну петлю и дальше вот этот галочка у меня означало прибавку на угле ну на уголке ботиночка шестой ряд я делала прибавку вот здесь вот в 9 10 петли 7 ряд 9 10 петля на этом как бы все смотрите если мы делаем нечетное количество петель то по сути у нас ботиночек не требует обвязки вот так как я начинала с лицевой части когда вот мы здесь 7 ряд он тоже получается идет по лицу петельки смотрят на нас и здесь обвязка как бы и не нужна когда если бы мы закончили там например у 6 или 8 рядами четным количеством то по сути мы бы получили вот такой результат и я думаю он бы просил бы обвязки поэтому рассчитывайте чтобы если вы не хотите делать обвязку вот как у меня то вам будет достаточно нечетного количества рядов для планки вы можете ее сделать шире без проблем но если вы будете и и делать шире не забывайте что здесь она грубо говоря на ноге она практически может у вас сойтись тогда вам необходимо будет уменьшать количество ну рядов вот здесь высоту рядов поэтому уже смотрите сами после того как у нас связана данная часть мы приступаем к нашему носочку здесь уже проще до находим серединку вот я пробовала немножко было некомфортно с высотой мне короче переделывала начала носочка несколько раз первые три ряда я сделала просто обвязочными это как бы всего шесть рядов для меня это всего три начинала с получается 6 петель начинала не с лицевой части чтобы у меня здесь не было ряда столбиков без накида а начинала с изнанки 6 петель и дальше у меня шли прибавки последующие у меня идет узора шахматка как одна петля длинная другая короткая для себя вы без проблем вяжите как вам это необходимо делая прибавки либо не делая прибавки учитывая я не буду как бы говорить как было у меня потому что ну как бы у меня есть эти записи но лучше пользоваться своими чтобы учитывать свой подъем единственное что получается могу сказать я связала 22 ряда везде я сейчас говорю только об рядах где есть вот этот вот рисунок я не считаю вот эти 33 а именно только с рисунка у меня получилось 22 ряда и которые некоторые из них на последние ряды я получается вязала за заднюю стенку борта сейчас я прошнурую покажу вам секундочку так наверное будет проще показать вот я получается дошла провязала вот эту планку после того как я провязала планку я начала как бы сокращать свое количество петель грубо говоря каждый последующий ряд я в до в 23 ряд когда я вязала 23 ряд я уже к борту не цеплялась просто закончила развернулась и 20 без воздушные петли во вторую и так вязала пока у меня вот здесь вот не осталось 20 петель мне как раз вот этого количества хватило по моему мнению для ширины язычка и я уже пошла вязать дальше 20 по 20 петель в каждом ряду скажу сразу изначально у меня 1 ботиночек он полностью был выполнен вот таким вот зеленым армейским цветом но когда я начала вязать 2 я поняла что мне ниточки не хватает у меня было всего два моточка ализадива и их мне буквально чуть-чуть не хватило всего у меня узором до отсюда узором этим связано 55 рядов и получилось что я чтобы не бежать не покупать еще один моток у меня был остатки черного я взяла здесь 10 рядочков связала черным ну соответственно и здесь их особо и не видно и меньше скажем так у меня не так валяется потому что пока в планах нету ничего вязать из такого цвета вот покажу вот это вот все абсолютно это единственное что у меня осталось с двух мотков нитки мы видим что как бы этого точно не хватит для получается 20 рядов я думаю что если бы если вы вдруг будете вязать ну каким-то другим узором то есть не просто столбиками без накида а не длинный короткий или у вас будет поменьше размер то вы как раз можете вот скажем так впритык войти в два моточка ну вот на своем примере сорок первого размера показываю что не хватило буквально чуть-чуть так поэтому еще раз повторюсь здесь у меня узором вот этим шахматкой провязано пятьдесят пять рядов высоту и здесь я просто провязала семь рядов простым столбиками без накида то есть повторила вот эту вот планочку чтобы она скажем так смотрелось в унисон хотите можете сделать закругление я не делала вот такой вот результат повесила фурнитуру так чтобы вот вы видели как у меня получается внутри как получается снаружи ничего сложного нету самое главное изначально правильно определить именно по своей ноге как вы хотите вот определить вот этот угол высота какая у вас будет от этого рассчитать сколько здесь у вас будет скоса вот скорее всего самая трудная часть это именно вот это определение как только вы определите дальше проблем не возникает здесь можно поставить люверсы получилось изначально я хотела их поставить но когда я закончила вязать оба ботиночка у меня была уже глубокая ночь и стучать молотком я не хотела и поставила шнурочка увидела что достаточно симпатично смотрится без люверсов и решила вообще люверсы не ставить вот такая вот модель полуботинок получилось надеюсь кому-то это будет полезно хочу как бы объяснять людям чтоб они не боялись самостоятельно рассчитывать количество петель под себя потому что иногда смотря делая вслепую по другим меткам не своего размера мы получаем соответственно не тот результат на который мы надеялись поэтому не бойтесь экспериментировать не бойтесь подбирать высчитывать чтобы вы получали то что вам нравится благодарю вас всех за внимание хороших вам дней всего наилучшего до свидания я подожди я не знаю что это не знаю как это это не знаю они Продолжение следует...